Да, я знаю, что нам твои мозги, но приветствую, моя хорошая. Как самочувствие, да. Здравствуйте. Я захочусь. А теперь захочусь. Ветерану Великой Отечественной войны Олегу Евгеньевичу 90 лет. Ходить практически не может, поэтому в помощь остро нуждается. Помыть окна, привезти продукты и просто пообщаться. Елена первая в ряду добровольцев. Ей 53 года, таких, как она, называют серебряными волонтёрами. Признаётся, их труд занимает немало времени, но оно того стоит. Когда тебя благодарят, тебе хочется это слышать снова и снова. Тебе хочется вот этих эмоций от людей получать. И ты заряжаешься этим. Поэтому, знаете, тут нельзя сказать. То есть мы, да, ты затрачиваешь, но тебе сполна это всё воздаётся. Олег Евгеньевич уже не первый раз обращается к волонтёрам. Вспоминает начало пандемии, когда сам заболел коронавирусом. Они приезжали в масках, оставляли в коридоре здесь, чтобы отлежались продукты. Потому что ходить по магазинам очень трудно было. Я по ручейщике не ходил. А волонтёры помогали тем, что доставляли продукты, и то спасибо им. Волонтёры – это не только активная молодёжь. Людям серебряного возраста тоже есть чем поделиться с миром. Это движение набирает всё больше популярность, рассказывает Елена. Сейчас в их команде более 30 серебряных активистов. Серебряные волонтёры – они более мудрые, они более дисциплинированные, они более ответственные. Поэтому, если и они воспитаны Советским Союзом, знаете, когда у многих ещё комсомольская юность, и сердце не ушло. Впервые Елена пришла в волонтёрство в 2020 году, во время пандемии. Тогда помощь нужна была, как никогда раньше. С тех пор она постоянно участвует в экологических акциях, изготавливает подарки для пожилых людей и инвалидов, помогает приютам для собак. Сейчас она и её коллектив сортируют гуманитарный груз для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Где нужно порешать проблемы, кому-то помочь, у Лены у всех есть контакты. Вот приезжают, собирают вещи, собирают продукты, собирают какие-то подстилочки, просто с собаками гуляют. И при этом делают с таким удовольствием, с таким восторгом и улыбкой, что вот лучше счастья, наверное, нет, чем делать добро. Я иногда спрашиваю его, Лена, а чем вы заряжаетесь, от какой розетки? Она говорит, я заряжаюсь добрыми делами. Вот так, с улыбкой на лице и солнечным настроением серебряный волонтёр движется по жизни. Делать добру – значит жить, признаётся она.